Уважаемый Николай Владимирович, уважаемые друзья, мы очень рады вас видеть в Москве. Это ваш первый приезд к нам после убедительной победы на выборах, вашей победы, ваших сторонников. Хочу пожелать вам успехов, удачи в реализации всех планов, которые вы ставили перед собой, перед вашей командой на благо Армении и армянского народа. Наши отношения характеризовать не нужно, это по-настоящему союзнические отношения, наполненные достаточно большим содержанием. Достаточно сказать, что мы уверенно удерживаем первое место в экономическом сотрудничестве Армении с иностранными государствами 25,5%. На долю России приехало свыше 2 тысячи предприятий, работают 2,2 тысячи предприятий. Растёт товарооборот, в прошлом году он вырос почти на 30%, 29,7%, по-моему. В этом году за 10 месяцев текущего года прибавил ещё почти 18%, 17,5%. Я думаю, что динамика хорошая, нужно её сохранять. Мы готовы это делать, со своей стороны будем делать, чтобы такой уровень отношений у нас сохранялся и не только в этой сфере, но и в других направлениях, по другим направлениям. Я имею в виду и сферу обеспечения безопасности, сотрудничество наше по линии ОДКБ, многоплановое сотрудничество в экономике в рамках Евразийского экономического союза. В общем, у нас очень богатая, насыщенная повестка дня. Мы рады вас видеть. Добро пожаловать. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Спасибо за приглашение. Я тоже очень рад вас видеть, видеть наших коллег. Правда, я сбился со счёта, это уже наша встреча. Но подсказали меня в аэропорту ребята из протокола, что я один из самых часто посещающих Российскую Федерацию иностранных лидеров. А точнее, я в двух лидеров. Я уверен, это, я думаю, что подчеркивает контекст особых стратегических наших отношений. Я уверен, что такая динамика отношений у нас сохранится. И я надеюсь, что ещё будет развиваться. Конечно же, мы тоже в следующем году ждём вас с официальным визитом в Армению. И это будет для нас очень приятно. Конечно, наши политические и экономические отношения растут. И очень приятно увидеть, что в России растёт интерес российских туристов, в частности, к Армении. И в российских СМИ была публикация, что в новогоднем сезоне Армения – самое популярное направление российских туристов. И со сравнением с прошлым годом будет вырасти поток туристов на 70%. Ну, это значит, как минимум, что люди не только заинтересованы, но и в Армении российских туристов очень хорошо принимают. И они там очень хорошо чувствуют. И это подчеркивает глубину наших отношений. Это не только политические, не только экономические, но и человеческие отношения, культурные отношения. Я уверен, что все эти отношения будут развиваться. И, конечно же, недавно прошли парламентские досрочные выборы. Я очень рад, что эти выборы прошли в соответствии с законом. И они были свободны. И очень рад, что это констатировали международные наблюдатели, и в том числе наблюдатели из Российской Федерации довольно-таки много наблюдателей участвовало в выборах. И мы намерены развивать наши отношения по всем направлениям. Я уверен, что новый избранный парламент будет развивать еще и парламентские наши отношения. И мы позитивно настроены и на наши экономические дальнейшие отношения. И мы настроены на дальнейшую интеграцию в рамках Евразийского экономического союза. И мы очень серьезно относимся к нашему председательству в Евразийском экономическом союзе. И уверен, что в итоге нашего председательства у нас будет еще более эффективная интеграция в рамках Евразийского экономического союза. И я уверен, что у нас довольно-таки большая повестка для сегодняшних обсуждений. И мы настроены позитивно. И уверен, что у нас будут позитивные опыты. Спасибо. 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 Спасибо.